всем привет друзья вы в настоящем моменте меня зовут виталий и кто бы мог подумать что я буду снимать видео такого плана сегодня я хочу вам рассказать о том что существует домашний совершенно простой свечной нагреватель который можно будет использовать этой зимой если у нас будут сложные времена вот этот нагреватель немножко позже я про него расскажу а сейчас небольшое предисловие дело в том что этой зимой у нас война и российские войска не брезгуют бомбить по нашей инфраструктуре по нашим электростанциям по подстанциям по электроопорам по газовым подстанциям то есть они хотят чтобы мы мирные жители украины оказались в очень сложной ситуации и возможно они думают что таким образом мы будем требовать от нашего правительства чтобы войну остановили но мы здесь все уверены что война и так будет выиграна украиной уже к весне поэтому нам осталось просто пережить эту зиму для этого мы придумываем всякие разные способы например в прошлом видео мы рассмотрели вариант как установить буржуйку то есть печку на дровах в многоэтажном доме спасибо всем кто написал комментарий к тому видео было очень много полезных комментариев очень многие люди боялись что мы установили ее неправильно это может привести к пожару поэтому мы все учли и я заверяю мы не будем использовать эту печку до тех пор пока квартире будет хотя бы электричество и если она пропадет даже на двое суток мы тоже не будем использовать эту печку но уж если электричество газа из всего прочего не будет целую неделю то возможно мы разожжем ее один или два раза для того чтобы согреться и причем с максимальными предосторожностями кстати этот обогреватель который мы хотим вам сегодня представить это так сказать обогреватель матрешка он состоит из двух горшков глиняных цветочных один побольше другой поменьше можно даже из трех он основан тоже на открытом огне на огне свеч обыкновенных свечей сейчас я вот вам наклоню камеру здесь я просто на тарелку поставил четыре свечи это было две свечи которые я купил в супермаркете их разрезал пополам чтобы они были немножко ниже позже я их подожгу и вот на эту подставку поставлю свой обогреватель это будет как конденсатор энергии эти горшки они будут нагреваться и таким образом накапливать энергию передавать ее воздух и маленький горшочек обязательно не должен вылезать сюда за пределы большого ниже это неправильно потому что тогда теплый воздух выходит и сразу попадает наружу а он должен выходить и попадать во внутрь большего горшка чтобы нагреть и его вот правильная конструкция иногда используют три горшка но мне показалось это уже лишним причем я просто не смог найти подходящих горшков поэтому решил испытать как работает хотя бы эта конструкция так вот мы сейчас установим этот обогреватель где-то приблизительно на час в небольшом помещении помещение это будет санузел специально я использую небольшое помещение для того чтобы получить максимальный эффект потому что в большом помещении вы понимаете эффект будет маленький будет слишком большое поглощение энергии это все равно что например буржуйку вытащить на улицу и там ее растопить и замерять температуру воздуха это никак не повлияет поэтому я установил у нас санузле термометр от котла для того чтобы он показывал точную температуру они перешли к диверсии невероятно но факт организовав взрывы на международных газовых магистров так вот наш санузел здесь я уже подготовил небольшой столик для компьютера на который я установил наш обогреватель и вот прямо на унитазе у нас стоит термометр термометр видите большие цифры на нем показывают 12.33 это время а вот небольшие цифры 21.0 это температура сейчас у нас сейчас 12.39 без 20 час практически поэтому без 22 я приду и посмотрю насколько поднялась температура здесь а пока этот обогреватель горит нагревается потихоньку сейчас еще тепленькие 22 я вам покажу как я его сооружал из чего и каким образом мы купили горшков на целых два обогревателя и эти обогреватели совершенно легко собираются потому что они уже как бы идут как готовая конструкция горшки продаются уже с отверстием внизу потому что это цветочные горшки здесь предполагается что вода должна вытекать из земли в людечко ну все вы видели цветы в горшках и поэтому нам ничего даже сверлить здесь не нужно все еще раз все еще раз Ну что, друзья, давайте проверим результат нашего эксперимента. Итак, заходим, смотрим на наши свечи, вот они поплавились так, до сих пор горят, прошло больше часа, дело в том, что я не захотел раньше останавливать эксперимент, потому что я заглянул и увидел, что две свечи потухло, поэтому я их снова зажег и решил добавить времени. В общем, прошло полтора часа и что мы видим, 22 градуса сейчас, на 1 градус поднялась температура в санузле, благодаря вот этому устройству. 1 градус это немного, но давайте подумаем о том, какая температура для человека является комфортной вообще. На самом деле диапазон температуры человеческой комфортно, он где-то от 18 до 24 градусов, то есть всего лишь 4-5 градусов всего. И если на 1 градус увеличилась температура в помещении, то мы должны это ощущать, потому что, ну это заметно. Даже если мы возьмем температуру тела, то она у нас 36,6, если у нас уже 37 с лишним, то мы это уже ощущаем как дискомфорт. То есть для нас 1 градус все-таки значительная температура, 1 градус по Цельсию. Мне пришла в голову еще одна мысль. Это мы использовали устройство, которое вот сейчас вот прям пыш жаром, нагрелось очень сильно и какое-то время оно еще будет отдавать температуру наружу, даже если мы потушим. Вот потушим свечи. Вот. И эти горшки, они будут еще долго остывать и поддерживать температуру в этом помещении. Не знаю сколько, но по-любому будут. Я решил для полноты эксперимента провести еще такой небольшой эксперимент. Сейчас я снова выгоню тепло из помещения, верну все к 21 градусу, а затем просто зажгу свечи на полтора часа без вот этого вот нашего кулакова. Зажгу свечи и посмотрю, насколько сами свечи без устройства нагреют нам этот санузел. И возможно окажется, что вот эта вся конструкция и не нужна, все это лишнее нагромождение. Просто сами свечи могут нагревать помещение. Кстати, свечи выгорели где-то наполовину от своего размера и я думаю как раз часа полтора они еще смогут погореть. Всего получается свечи горят около трех часов. Я напоминаю, что это были целые свечи, две свечи. Я их распилил пополам, получилось четыре кусочка. Одна свеча стоит 50 гривен. У нас в магазине стоила сейчас вот на данный момент. То есть здесь на 100 гривен свечей. И это вот 100 гривен часа на три горения получается. Ну что, прошло всего лишь 46 минут с того момента, как мы испытываем просто свечи. И я смотрю, что температура уже выросла до 22 градусов. С 21,2 до 22. То есть она поднялась почти так же стремительно, как поднималась с этим устройством, которое мы сверху городили здесь. Но тем не менее она поднялась уже 15 минут до такого уровня и дальше не растет. То есть я думаю, что она дальше не вырастет. Не хватает ей вот этой аккумулятивности, которую дают наши колокола глиняные. Ну что, друзья, подведу итог этому видео. Он заключается в том, что это нагревательное устройство все-таки работает. Немножко нагревает и использовать его можно. И сами горшки помогают тому, что нагрев происходит больше немножко, чем просто свечи. Просто свечи они нагрели до 22 градусов и все. А когда я нагревал с горшками, то получилось достичь 22,2 градуса. То есть если бы я не убирал свечи и не прекратил эксперимент, то возможно удалось бы нагреть еще больше. К тому же, потом, когда свечи уже затухают, то сами горшки сохраняют тепло и постепенно его еще отдают помещению, нагревают воздух. Поэтому с горшками все-таки эффективнее, чем просто жечь свечи в санузле. Вот такой мой вывод. Разумеется, это вас не спасет при очень лютых холодах и морозах, но все-таки использовать это можно. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, теплой зимы и окончания войны.